Хорошо, ладно, рассказываю так, как помню, по памяти, поэтому будет не так заебись, как хотелось бы. Неважно, блядь, вообще, проехали просто. Короче, можешь представлять это в виде экранизации, можешь в виде книги, абсолютно неважно. Но я тут буду упоминать некоторые книжки, если ты их не читал, не страшно, но если ты их прочитал, то намного понятнее будет, о чем я говорю. Допустим, сразу берем какого-то главного героя, повествование ведется либо от его лица, либо в третьем лице. То есть, если это кино, то мы должны как-то его показывать. Чувак собирается на работу и идет по городу. Первые вступления. Город похож на обычный, современный, чем-то похож, наверное, должен быть на Нью-Йорк. Может быть, не такой гигантский мегаполис, но что-то такое, нью-йоркского типа. В первую очередь тем, что он пиздец многонациональный. Это сразу должно обращать на себя внимание, что там представлены абсолютно все нации, все речи и так далее. Это важно. Чувак доходит до места работы, неважно, можно там накрутить конспирологию, что это у него не основное место, что у него есть там или хобби, или подпольное занятие, либо это основная работа. Тут уже зависит от степени желания накрутить конспирологичности. Нам важно только то, что этот человек ученый, что он биолог. Допустим, микробиолог и так далее. Тут нужно читать уже, курить фундамент, чтобы точно его прописать в сеттинг. Потому что, опять же, в данном случае его профессия будет важна. Почему она важна? В развертывании сеттинга мы сейчас развертываем только сеттинг. Дальше, как бы, развертывание, да тут достаточно персонажей, показываем общий конфликт. Важнее всего здесь сеттинг. Развертываем эту тему и поясняем, что это фактически город-государство. На дотации находящийся, он сам особо ничего не производит. Это город-государство, откуда со всей планеты свозят людей. Либо они добровольно туда приезжают, либо их принудительно туда выселяют. Именно поэтому этот город настолько национален и настолько, как бы, в нашем представлении современен. Потому что это Вавилон, по факту. Или для поклонников Стругацких это град обреченный. Ну, вариация его, да, такая. Тут без хрона самообойдемся, без хрона прыжков. Нет, это просто Вавилон такой современный. Важно, почему он современный. Почему он в олицетворении Нью-Йорка. Это последний, последний город, капиталистическая страна в мире. Во всем остальном, на всей остальной планете господствует форма какая-то христианского коммунизма. Тут на выбор. В зависимости от авторских предпочтений можно уйти полностью в христианство. В какую-то его конфессию. Либо вообще в коммунизм. Хоть в национал-социализм, но мы его осуждаем. Поэтому будем выбирать из таких, допустим, коммунизм. Ну, потому что, на самом деле, нас не устраивают здесь тоталитарные расклады, потому что они бы не ссылали никого, да, не изолировали бы этих людей. То есть, на всей планете господствует коллективный режим. Какой-то коллективистский упраздненный национальный и суверенный государство. Люди живут в мире и согласие в целом. Войн не существует. Все живут по христианским заветам и так далее. Но существует часть людей при этом, которые невосприимчивы по каким-то причинам к этой идеологии господствующей. Среди всех людей. Вот они себя не осознали. То есть, это как в Кинзадзаде, да, на планете Плюк. Наши советские граждане и так далее. То есть, они не понимают, что за хуйня-то происходит. И не очень рады идиллической жизни. И здесь то же самое. То есть, те, кто не воспринял, они гуманным образом просто отселяются. Этот город-государство финансируется. В масштабах планеты это несложно организовать. В целом, на планете все заебись. Дается фидбэком предыстория, как это произошло, в какие сроки. Нужно тут указать, что это в кратчайшие сроки произошло. Что был какой-то некий нулевой пациент, который... Да, если это флэшбэком показывать, нужно избегать слова пациент. Был некий чувак, который выступил в роли нового мессии. Допустим, второе пришествие Христа организовал. Сказал, что он новый мессия. И мы ему все должны поклоняться. И внезапно люди стали ему поклоняться. Сначала меньшее количество людей, потом все большее и большее. Восприняло его как нового бога. Неиллюзорно и неиронично. К нему стали приезжать все более влиятельные люди, вплоть до глав государств. И все ему подчинились и поклонились. Ему подчинились все конфессии мира. Все религии признали его главенство. И он таким образом установил свою господствующую всепланетарную форму правления, основанную в целом на христианстве. Но при этом вот он как бы богочеловек. И все это пока что работает. Неизвестно, что будет в будущем. Но пока что вроде все как бы вот так вот живут. Но есть какие-то люди, которые говорят, все хуйня собачья. Мы в мессию не верим. Поэтому либо добровольно они уезжают, изолируются, им предоставили такую возможность. Либо те, которые, ну прям категорически не согласны и выебываются, ходят с плакатиками как минимум, протестуют. Их выселяют к хуям собачьим. В наш Вавилон. Так вот, наш главный герой выясняет, что, видимо, с коллегами в лаборатории, выясняет причину происходящего, что это чувак, первоисточник, мутировавший заразы. Это вирус. То есть, передающийся как бы обычным нашим воздушно-капельным любимым, например, методом или еще каким-нибудь. Не важно. То есть, суть в том, что он подавляет какие-то или логику, или волю и прочее, прочее в человеке. Человек становится минимально агрессивным, восприимчивым. Причем восприимчивым конкретно вот этому вот нулевому носителю, который типа как матка. Тут нужно все продумывать, но идея, надеюсь, понятна, что у нас есть изначальный источник какой-то инфекции. Эта инфекция поражает, распространяясь все, как бы человеческое сообщество, при этом оно вот так вот подчиняется почему-то. Это можно наверняка объяснить. Я уверен, что можно найти какую-то псевдонаучную гипотезу, которая таким образом, то есть, как из нас сделать муравьев там или пчел, если у нас есть матка и прочее. Вот. И все как бы именно слушаются. Потому что с гипнозом, ну так себе. Была и уже идея, когда один телепат всех себе подчинял. Это, мне кажется, сейчас актуальнее с вирусной инфекцией какой-нибудь это замутить. Вот. И ребята, в принципе, наш главный герой с коллегами, которые живут в Вавилоне и не верят, они понимают, что это все болезнь. И они технически могут найти вакцину. Могут излечить человечество от, блядь, болезни христианства или коммунизма, которые они неиллюзорно пытаются воплотить в жизнь. И вот здесь должен происходить основной водораздел. То есть, основной конфликт должен разворачиваться в самом коллективе этих чуваков. И главный герой должен определиться с позицией, со своей, как бы даже философской. То есть, потому что, с одной стороны, люди без свободы воли, это какие-то ебаные муравьи. Ну, по крайней мере, они ограничены в своих возможностях, желаниях и так далее. И вроде бы их нужно освободить. С другой стороны, освобождение приведет к возврату к войнам, к несправедливости, ко всей этой хуйне. Неизвестно вообще, насколько губительны будут последствия. Даже если их просто излечить, то есть, излечение никаких последствий не даст. Но возврат этих всех людей к привычным отношениям, условно-современным, капиталистическим. Чем он хорош? Тут нужно и про долгосрочную перспективу и так далее. Ну, собственно, и все. Вот, собственно, сюжет всей книги. Это тут взято немножко из «Пикника на обочине». И даже город из «Сталкеровский». Что-то есть такое в этом. Град обреченный, параллели очевидны. «Я легенда» присутствует. Потому что это такое же инвертирование, которое именно в повести применен. Когда человек понимает, что он монстр. И здесь тоже. Кто из нас монстр? Человек-муравей. Несвободный, но счастливо живущий. Или свободный человек, глубоко несчастный, живущий в обществе несправедливом. И угнетенный, скажем так. Вот. Такая типа антиутопия, наверное. Тут есть немножечко и зомбированные какие-то вариации, и вакцина, и массовое заражение. То есть есть актуальные тренды, есть акссылки. И можно смело заимствовать целыми кусками. У хороших авторов, типа Стругацких, это хорошо все зайдет. Но построит в целом конструкцию книги, сюжет книги вот так вот. Дальше понятно, что все уже зависит от того, насколько автор предполагаемый, которого не существует, никогда не будет существовать, силен в отработке персонажей, построении диалогов и своем философском интеллекте. И достоверности биологической части, да, всего происходящего. В целом, на экранизацию сложновато, а для книжки, мне кажется, что это вполне годный. Хоть и вторичный. Но я повторюсь, вторичность, я считаю, не порог для произведения культуры. Это переосмысление, это абсолютно нормально. Все, закончилось пересказом сюжета. Кто хотел послушать, тот послушал. Спасибо. Переходим.